Всем добрый день! Спасибо большое за то, что откликнулись на наше приглашение на сегодняшнюю пресс-конференцию. Конечно, перед тем, как я кое-что вареное вам скажу, я предлагаю, чтобы вы посмотрели вот это видео. Можно бутылку, пожалуйста, посторонние? Да, можно сейчас. Видео с излуком? Конечно. А чуть-чуть разгранили, он публикует. Сейчас, секунду. Отлично. Наши взаимоотношения с господином Уссадом были довольно сильно медиатизированы. Выпускались высказывания сторон друг против друга. Появились неточности, появился некий резонанс. В связи с этим я бы хотел сделать заявление. Возможно, я был излишне категорично высказыванных по отношению к господину Уссаду. Но я имел для этого все основания. Во-первых, я лишился своего имущества в виде банка на территории Республики Молдовы. Ответственность за это взял на себя господин Уссад. Во-вторых, я не смог все защитить на территории Республики Молдовы, потому что почувствовал реальной опасности, был внешний мир в Киеве. И, как выяснилось, не безосновательно, потому что у меня дальше было совершено покушение, которое мне четко выжило. И до сих пор не до конца выяснилось. Поэтому мои рассказывания о реальности угрозы, о покушении, это не является правдой, потому что все это уже было. Так же я не совершал никаких преступлений на территории Республики Молдовы, потому что обвинять не обвинять, но не обвинять может только суд. А суд мне не обвинил ни в чем. И все уголовные дела, которые были заведены, были заведены после того, как я покинул республику. Какие-то выучения на выезд на менту в Республике нет. Все свои претензии я изложил на бумаге и сдал компетент на органы разных стран. Вот. Как это выглядит. Так же я готов принести извинения перед господином Усатом, но принять любые условия. Первое, что он пройдет полностью процедуру территории Великобритании, включая полиграф, и второе, что он извинится передо мной за сказанное. Невероятность. Еще бы я очень хотел, чтобы господин Усатом извинился перед господином Уороновым, Владимир Николаевичем, которого он абсолютно незаслуженно обвинял в принятии взятки. Я не давал господину Уороновым никакие взятки. Я не просил господину Уороновым, чтобы он меня сделал гражданином Республики Молдова. Я спросил господина Уороновым, что я могу сделать полезную на этой стране. Он сказал, что сейчас идет ремонт монастыря, если ты в этом ремонте поучастуешь, будет хорошо. Я действительно спустился в казначейство, узнал и проплатил счета на казначейство, что-то такое, что-то в районе 700 тысяч долларов, для ремонта монастыря. Никаких задержек, никаких денег, никаких сумм и ничего похожего мне господин Уороновым никогда не называют. Я начну с истории. Все вы присутствовали на пресс-конференции, когда серьезный румынский телеканал «Антенна» спросил у Горбунцова, скажите, кто вас мог заказать. И Горбунцов сказал, что господина киллера отправил в Лондон Ренату Сапину. Значит, я не буду пересказывать то, что говорил в прошлый раз, хочу остановиться на этом видео. Значит, пункт номер один. Сразу после того, как этот репортаж появился в СМИ соседнего государства и также был показан на всех телеканалах в Молдове, значит, я принял решение обратиться в одну из лучших в мире, в одну из лучших в мире адвокатское бюро под названием «Шиллингс». Адвокатское бюро находится, главный офис компании находится в Лондоне. Они изучили всю ситуацию, изучили историю взаимоотношения между мной и Горбунцовым. Переговорили с представителями Скотланд-Ярда. И они перезвонили мне и сказали, что господин Усатый, мы с удовольствием беремся за это дело, потому что пункт номер один. Если вас оклеветали на территории Великобритании, и свидетелем этого является более пяти человек, то вполне возможно возбуждение даже уголовного дела против Горбунцова. Но по закону мы не можем подавать на него в суд, потому что я попросил компанию «Шиллингс», чтобы они приготовили иск в суд на 10 миллионов фунтов. Ну, раз человек богатый, у нас в Молдавии есть очень много проблем в экономике, в детских садах, в школах и так далее. И эта сумма, я знаю, чтобы очень серьезно помогла прооперировать сотни детей и так далее. То есть мне лично не нужно ни копейки денег. Мне же адвокаты сказали, что по закону мы должны написать предварительное письмо «Кум-Ланой Молдавы Экзисты Чарлира Преолабева». Если он в течение месяца не извинится, то это уже материалы отправляются в суд. Суд будет стоить более одного миллиона фунтов, и оплачивает его та сторона, которая проиграла. Мне это больше всего понравилось, то есть в том числе в услуги моих адвокатов. А получается, оплачивает господин Горбунцов. В связи с этим хочу сказать следующее. Есть моменты на видео, с которыми я не согласен. Это, например, он утверждает, что Усатый взял на себя банк. Как я вам говорил, повторяю еще раз, чтобы закрыть тему Универсалбанка. Усатый не владел Универсалбанком даже одной секунды. господин Горбунцов написал тогда заявление в Центр по борьбе с коррупцией о рейдерской атаке. Дело это, кстати, в прошлом году было прекращено. И, по-моему, там даже появилась еще одна задача заведомо ложных показаний. Горбунцову светит еще одно уголовное дело. Потому что он же сказал, что он не одалживал никаких денег. Усатый вышел с вымышленной фактурой. Он атаку организатор, где Ренат Усатый шил в партнере Демфедерации Руссы. Вы все эти сказки слышали. Я это опроверг. Мало того, в Центр по борьбе с коррупцией были предоставлены документы, как Горбунцов убрал деньги. Даже распечатка из Российского банка. То есть покупка Феррари и так далее. Все это из тех самых денег. Не хочу заострять на это внимание. Два. Он говорит, что он утверждает, что не совершал ни одного преступления на территории Молдавии. Извините, но не я прокурор, не я следователь. Но там было шесть, потом четыре. Ну, потому что когда одно и то же нарушение, как бы дело объединяется в одно. Есть четыре уголовных дела. Не как говорила антенна. Дело педалишь и шантаж. Дело педалишь и шантаж. Организариум Моррел и Лурина Тусатый. Хищение в особо крупных размерах. Мошенничество. То есть эти уголовные дела есть, поэтому это пусть он сам разбирается. Значит, он покинул Молдову, не имея никаких ограничений. Вранье. Он покинул Молдову на лодке через реку Днестр. За 500 евро доблестные пограничники ему помогли. У него нет официального выезда из Молдовы. У него была подписка о невыезде. Четыре. Полиграф. Я разговаривал даже сегодня с начальником убойного отдела полиции Румынии. И он говорит, думал, что Горбунцов, но есть персонал, который, говорит, в Москве. Встречаство полиграфа Марио-Британии урнув. Действия осталась улыбной. Коу-луберам, куды, то есть лига, где я честу, сар, что Марио-Британия, что Куклима, саваршитым бухарет. Саус-Котланд-Яр. Что такое, ну, орфео вот не войдет. У меня осталось, что это, может, от ФИФОСТ-ИМВИТА, где, может, от ОВЯЗВИВРУ ЧЕРЕЛИ, главпрокуратура дженерала Републики Молдова, к ОВЯЗВЛЮ статусу ВАЛТУ. Где-то это, ну, в Абатискапу. Коу-м Сунатку и дедык, давайте я пройду полиграфию. Я говорю, нет проблем никаких. В Лондоне, в Вашингтоне, в Бухаресте, где хотите. Почему господин Горбунцов упоминает Воронина? Он говорит, я бы хотел, чтобы Бусатый извинился перед Ворониной. Горбунцов сам сказал, что он заплатил за это гражданство полтора миллиона долларов. Можете провести журналистское расследование. У него даже был Пашапор Диссервич, зеленого цвета. Вы все помните этот документ. Поэтому, если Горбунцов сам опровергнет, что он давал какие-либо деньги Воронину, а он это делает, у меня нет проблем. У меня враг сегодня не Владимир Николаевич Воронин. Если он не давал этих денег, а придумал так же, как и все остальное, что он писал на краем Russia.ru, значит, нет проблем, я не вижу проблем извиниться перед Ворониной. Сегодня Горбунцов должен ответить за преступление, которое он совершил. Мы продолжаем в Англии. Я не совсем доволен этим исходом ситуации. Мы будем, не выйдет официально, не скажет четко, что я извиняюсь за все сказанное в адрес Усатого более внятно. А тут как бы он не против извиниться перед Усатым, но у меня ставят условия полиграф, Воронин. Хорошо, что не надо извиниться перед, не знаю, семьей там покойного Клинтона. Не Клинтона, Кеннеди, извините, понимаете? Вот, значит, поэтому следующий наш шаг, это эта же компания. Бюро адвокатов Шиллингс, значит, мы подаем в суд на телеканал Антерна и на все те, которые распространяли эту информацию, потому что в предвыборную кампанию готовится четкая провокация, за которой стоят понятные мне люди, я их назвал в прошлый раз, из Румынии и Молдовы. И двойной удар, ударить по Яханесу, кандидату президента Румынии в Бухаресте, ударить по Усатому, как ситуация, которую они придумали, она хорошая. Как мы видим, в Румынии это закончилась, мобилизация электората Яханеса. В Молдове я также понимаю, что все эти страшилки, я думаю, что люди не верят всему этому бреду, в том числе, как и новая статья, которая у нас появилась на очень важном, серьезном сайте под названием «Бумеранг». Если вы видели сегодня, это тот самый сайт, который написал, что Усатый помогает детям, потому что он педофил. Сейчас они написали, что мой водитель, я сбил насмерть человека в прошлом году, труп загрузил в багажник, сами лег рядом с трупом, и водитель вместе с трупом в багажнике вывез меня в Приднестровье, где мы закопали труп и так далее. То есть люди просто сошли с ума. Я понимаю, что там Пестримчук творческий, остальные члены команды. Для Дориа Санатанти, для меня важно другое, что сегодня хотел вас проинформировать, как результат вчерашней пресс-конференции. Сегодня, выходя из дома, одна из наших активистов на Ботанике, ее остановили двое молодых людей. Сказали, как носит им активист, что эти партии Дулы политик Патрия, дом Усатый, вот трансмисс, чинчмиди евро, шумпакетка, ретресл, дуся с двумя вастрела в офичу партии Дулы политик, но ману телефона слоними, но спуня слоними, диваричи. Там много стукачей в офисе, а Усатый ей только вам доверил. Это серьезное дело. Девушка испугала, подняла скандал, ребята эти на БМВ уехали. Как мы понимаем, это ребята полицейские из миссии из печали. Любимое наше управление МВД. Апелляционная палата сегодня у нас очень интересно начала свой рабочий день в Кишиневе. Председатель апелляционной палаты Плешко передал всем судьям, боецей, пригодите, пожалуйста, что в дыре апрепиата будут очень много плынгеров, связанные с Усатой и Патре, и должны быть готовы, должны быть мобилизованы, потому что в любом желании, в любом желании, в любом желании, в любом желании будет сказано, что Усатой будет выход из кампании. И дадут им успех, и в суды, и в плынгерах. Я хочу поблагодарить комиссариатом, Муниципио Болск, что они начали с дозрой пенал, за сутки возбудили уголовное дело в прямой подкупе избирателей. Вы знаете, сегодня нас поддерживают более 200 тысяч человек в стране, согласно вопросам, и раздавать в одной версии 18, они говорят, по другой 60 газет в Путере, Надевар, Косудилей, но извините, но как-то не очень серьезно и выглядит дешево. Плюс, почему именно в Бельцах? Почему не в Кишиневе, не в Каушанах, не в других районах? Значит, для меня важно, я признателен, что все телеканалы, которые в прошлый раз показали историю с Горбунцовым, вы получите это видео, каждый себе нарежет то, что ему интересно, как у нас это в стране бывает. И что был этот репортаж, потому что, как я говорил, сила в правде, я поеду, как играл, и на полиграфе, если надо. У меня Горбунцову другое предложение. Пусть Горбунцов лучше расскажет, с кем он встречался сам. Я знаю, с кем он встречался за две недели до того, как появился репортаж на антенне. Пусть он расскажет, с каким молдавским политиком он встречался в Лондоне, кто его попросил, и как ему обещали закрыть все уголовные дела, если он наговорит на Усату. Плюс есть просьба к нему поменять все эти шапки на своем сайте Crime Russia, потому что это уже не смешно. Каждую неделю статья солнцевский бандит Ренат Усат идет политику, солнцевский бандит Ренат Усат оправдывается это. Пусть он не рассчитывает на помощь Лата, на помощь того же Плохотнюка, пусть Горбунцов скажет правду, а со всем остальным мы разберемся. В Амулс-Меск-Формос, Даква-Совет с Невой, где номер или где телефоны компания Шеллингс-Демарь в Британии, против рецинтервью Лавун-Авукат, потому что все равно в ближайшее время будет большая пресс-конференция, они же опубликовали то, что Усатый готовится подать в судно Горбунцова, Дейли Мэйл, Гардианс, то есть во всех самых больших газетах Великобритании они его опубликовали, об этом. И также будет большая пресс-конференция, где я специально даже попрошу, чтобы был переводчик сразу, который будет переводить на русский язык, как минимум, эту пресс-конференцию. И дальше будем бороться. Они все за это заплатят, все, кто в этом участвовал. Я не хочу, не рассчитываю на подарки, там, в 10 миллионов фунтов, я хочу, чтобы восторжествовала справедливость, а 2-3 миллиона, я не знаю, какие расходы будут по судам, эти деньги мы удержим, остальное, эти деньги, я с удовольствием потрачу в Молдаве на благотворительность. Я уже сказал, я хочу, чтобы говорить, что Горбунцов, понимаете, это будет корректно, потому что русский язык все знают, но это будет гораздо лучше, чтобы говорить о русский язык, я, как я, Горбунцов, он понимает, что он понимает, он понимает, что никто не классит, И в этом случае мы рассматриваем процедуру с государственной републикой Молдовы, в которой есть мандаты ареста, которые существуют и проблемы для Горбунцева с Парасиаской Марией Британии. Он в целом английском и дал политическую ассоциацию, как он сказал антенна. Как он сказал, с ручкой принял раку ассоциацию. Ну, принял он еще ассоциацию. На момент у нас есть и экстрадатная република Молдова, и у нас есть очень простые условия, и у нас нет проблем. Он сказал, что нет проблем, я делаю репарации. И там не остается Горбунцев, и не остается Филат, и у него нет проблем. За свой счет. Наши условия Горбунцев, что вы докладаете, что у вас есть? Да, вы знаете, как я могу сделать условия? Я сказал, что я бы хотел, что-то было с Горбунцевом, и женщина, и у Горбунцевым, и скажете, что у меня, что я сказал, что, что если у него был свои условия, надо говорить оínе. Это в порядке, Капкану не меряет чего-нибудь логичного. Если начать класса, как раз, досы для Горбунцев, которые имеют мандат для ареста, сейчас 4 лет, они делают глаживые усатые. Допустим, когда досы, пробки, как, например, берут бани в конь учителя из Казахстана, из Израиля, Горбунцев имел бани в конь, и они трансферят медиа в офшорную персоналу из Чипра. Такие досы это невозможно, даже в Молдове, даже в Казахстане, в прокуратуре генералу, в прокуратуре антикоруптии, это невозможно. Если Горбунцев видит досы, вы можете узнать, что Горбунцев будет идти и сказать, что не выяснил. Как Дориел, учител, 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 есть персон, который учител в Казахстане, полностью были президенты из Чечения, полностью был партнер из Банк, учител и кто-то из Кремлен. Я уже был в версии 5-6. Для Горбунцев, это интересно, чтобы демонстрировать, что есть у них политика, не связан с его мурдами, что произошло с ним. И выяснил, что, конечно, политический азил не может применять, просто, нужно проверить, нужно проверить, что есть у них связанные с политикой. Понимаете? Эти, он не увидел, что, что, кто-то, говорит на конференцию, пресс, где-то, что, и учителя, нет ни о претензии, ловсатый, роман. Усатый, уколаборат, лам, лам, лам фиксал, проекам Москва, лам пус телефоны, лам терцептария, лам дат дешифрари, лампурили, группы, ля криминали, которые, Игра, Италия, Романия, Молдова и Мальдиварь. Вы знаете, что он сказал огромное спасибо за то, что Уссат и он помогает им все это. Горбунцов, который сказал, в этот видео, о том, что он сказал в Лондре? Что случилось? Слушайте, Горбунцов... Третье сказать, что он не имеет никакого противника, не таких как через козы для Ринату и с Атил Бургештей, а также как в Канал интриг, в кишинае факультетом Патрон баррелом и землям для Молдова. Зачем? Этот Третьян Майклор, так вот я, что я с Argentином виде. Это прекрасно. Я уже сказал с депрессией. Но не хочу мне видеонапливости транспорта. Он сказал. Генниг в Алладе по Тикону. Если бы я picked up кандидатам в Рriesе. Да, Сигр, Третьян, крест. Я поговорил сижу и сделал интервью. а сетями возле пиарешки daily mail garden чей мари на месте марио британии тем что будете правду крайне мере провозглашаете и говорю и дел сколько если так если честно мне попросили передать вопрос вам мне тоже интересно сколько вы заплатили господину горбанцову за извинения я вам отвечу на этот вопрос знаете как я могу что-либо не то что заплатить а предложить человеку за которым я гонялся человек человеку который организовал на меня покушением молдаве четыре года над я чудом выжил из-за того что произошла эта ссора между шалтаянами стратула там в голове муж стратулат был его начальником охраны и человеком который как утверждает следствие подчеркнили на туса потому что там есть доказательства к горбунцов передавал деньги кому сколько и так далее как вы себе представляете переговоры усатого после истории с арестами со скайпом обвинения предложить ему деньги за то чтобы он извинился ему предложили скорее всего те которые отправили туда же телеканал антенна которая когда скал дичину внесла высоту на кишну до реплика телефона и макияж все равно вырезали то что им нравилось возьмите прийти возьмите у меня видео интервью как у горбунцова тоже на девять минут под грустную музыку как в индийском фильме как они сделали на антенна на телеканале антенна ну-ну-ну-ну-ну и требуя урдиент газы дата дипатрон спуске ракадо пентрумени 2 сервич или пентру зеоми 1 аж 3 а вес проблеме кубани ракет юбилет лавен ланте на мобильнице а уж его реплика да ну сделали знаете из него грустного значит поэтому никаких переговоров у меня с ним не может быть и как я говорил если у нас английский суд английская стица одна из лучших мире как некоторые утверждают давайте дети 4 уголовных дела покушение на усатого хищения мошенства все молдавские дела передадим в английский суд в английскую прокуратуру спотландер я не возражаю чтобы он там сидел если есть претензии к молдавским тюрмам поэтому тут ни о каком ни о каком заговоре как вы говорите умышленными речи быть не может о чем вы говорите тем более в филму лицу вам примет пи-мэйл дичь и чинила филма вода сама идея нам чина дело дело удела 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 резкость а он чапут семьяргом целеском пресса пила журналисты а дико ка дар юан черут анкерерия преалагала и раскрескел треса шиара скозы нэнтронный интервью шиния шэм анселегка ста и интервью пикаре ла организат елну мак ну вот ни шоу зиариста колу врау са вебе чиневан каши кантена себе интрибвери и инклюзивы интрибвери да конкрети аша ну кумы ли спуне с дуне остров провокатаре провокатаре не лезь а ну а стану вас параз держали иудурно дискут я вам авокат карибат кэшфак миссия форти бене там фоку троу контракт куду милору в чал ам акидат ачес контракт огое бюро дебокат скарима репрезенты нам дату нованс паре лидера у есть скомп дар репутатия примутраншан трансферат 25 димитии лири до 25 тысяч футов примутра ищет айсепим кантин аж ищет ему романе джама приготеск я у нас он жюрист шиб авокату треской барина а еще если дистул шиеси не чесар сады ком ант антенна и держал уху поздор кларшера и виденки есть его комбинации вода сама бене пригодит и кандапари прямо сериал антенна вон у нее субмузика держали гурбунцов повестящих пидом на киллер лотремя сериана сады а мы куду зеленый идти для лезера у меня держава усатый йоханнес сором ядин букурешт поза легатурилу лилу йоханнеску мафия русска шику шику кремлену принали на туса ника а учерка цели и все это повесить астана касал диструга ворумнея ира комбинар был лупонда касси диструс юханнес и клар шин република молдова касси диструс осады ли повиня лат оц и забанку владимир николаев термином филашку да коз да козда иду мне дозу проведет спонтедата дитрий зечка носа видеть вас видеть минимум оптоп шпе проченье к результата лезер ну вот но ухом деклары когда кера шапку окно ввел с малесом пасть по сибориодичка но я ничего проблема страуса тыку алуи шапки оп-нову зечи депутация на позиции ну пойти инфляция про час да в общем и минимум прожить остаться соли дискуссовым пестидузий депутат шидежа дивинишом пакет платином кумер испуни кори 0 и пермете нежне для автосфак полиции нежне стенга квадаться мосфе и патрус чинч патру шапки максимум партили про европей и шидим партнер спосе патру здесь где мандатила трещин патру здесь демон дать свою челюстку в родине шоу сатыши до ашелу михаил федорович держать рек лалт проприетарок сныщи бы михаил федоровича шикартерник антиклорадки антиклорадки сангата с дискутку колите ку коммунистей ше купить или милу дудон шоем скрещу червы владимир николаевич лакаре панакума номер аспонс адика азбазу тем скресту сексуаре дискусс и у нем ругать кодумнелось по и кларку чине пачи дактачи нораспундер нсамна как сонтелес ку проекту нонта мерикана дикансфак политику педешка ладиме дупали дактачи нсамна как сонтелес ку проекту 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 то есть каждый арест будет грандиозным салютами концертом тогда меня никто не будет обвинять что усатый делает без повода хотя вы знаете если мы посадим филата то не мадонну можно объявлять там можно приглашать всех мировых певцов и мадонну и бейонс всех на одну сцену потому что алтон джон это по филата часть он может себе приглашать на посадку они там одного пола я не хочу в это вмешиваться поэтому патрии не смысл, что ты ученишься с политичаном музыкан, которые здесь учатся в городе? а вы можете оптаться в ляк на всякий артенции шашам могут оптаться в ляк конференция депресса покута в тема лагурбутцов шакуза ламурбит жди спешка дела пел жди спрею комиссару димбелска подкупи избирателей шло три месяца до цепи в двадцать патри часов и ка примут штири пенток в конференции депресса есть тот а пьеса депресса депресса и лагурбутцов а пьеса леггала с борьбеской горбутцов пати пати пирсоанна поличану мы не сияс шаш поль уами не боняка мадуаре суфлету ка сума докла эмиссионя яртама ка с упорним динного букареща я конечно там фаса даме востр а сфито думал подвеску зимуны мерзима наити сперкс маве миштябре кинюз за час сорта моды кориазва плак да а 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